Итак, давайте посмотрим процесс установки данного компонента на Joomla. Я установил чистую Joomla последней версии 3.9.1 на момент записи видео. Использовать я буду коммерческую версию компонента EngageBox последней версии на момент записи 3.4.9 версия. Установка обычная. Переходим расширение менеджера расширения установить. С компьютера просто перетаскиваю архив с расширением в эту область и происходит установка компонента на Joomla. Сообщение нам говорит о том, что все хорошо, все установлено. Расширение у нас сразу находится вот здесь вот EngageBox. Давайте сразу перейдем и посмотрим на это расширение. И давайте посмотрим глобальные настройки данного компонента EngageBox. Вот здесь в правом углу есть кнопка настройки. Да, еще хочу заметить, что компонент практически весь переведен на русский язык, что не может не радовать. И давайте пробежимся. В принципе, изначально все вот эти настройки в глобальных настройках по умолчанию, они стоят хорошо. Итак, ручная загрузка медиа. Вы также можете наводить мышку на эти пункты и здесь на русском языке есть подсказка. Ну вот это ручная загрузка медиа файлов. Если есть какие-то проблемы, то нам рекомендуется включить данную кнопку. Оставляем по умолчанию выключить. Загрузить jQuery. Если вдруг у вас какие-то есть сторонние расширения на сайте и будут какие-то вдруг конфликты, как только вы установили это расширение, то эту кнопку можно вот здесь вот поставить в положении нет. По умолчанию оставляем да. Загрузить набор стилей тоже оставляем да. Также, если вам какие-то пункты незнакомые, лучше не трогать. То есть, скажем, вот этот пункт тоже оставляем в положении да. Здесь, в принципе, из описания понятно, что здесь к чему. Использовать версии медиа также оставляем в положении включено. Подготовить содержимое также в положении да оставляем. Включить режим оффлайн также в положении да. Вот эти все кнопки, которые в положении нет, это уже для продвинутых. Сейчас, наверное, нет смысла объяснять их значимость, поэтому их оставляем в положении нет. В любом случае, сюда я буду прибегать, если это будет нам необходимо включить одну из этих опций. Показать цвет, включить показ колонки цвета в списке коробок. Но это список окон, которые мы с вами создадим позже. И там просто их пометить можно цветами. Соответственно, показать цвет это дополнительная, так сказать, фишка. Пускай будет. Позже поймете, о чем речь. Если у вас будет много разных всплывающих окон, и вы хотите, например, представьте, вы уже 10, 20, 30 всплывающих окон на разных страницах. У вас большой сайт, многостраничный. И вы там за полгода насоздавали всплывающих окон целую кучу. А потом у вас возникла необходимость как-то быстро, максимально, чтобы в каждом окне появилась какая-то одна и та же информация. То есть здесь есть такая возможность. Видите, глобальный текст в футере. Добавьте текст в футер для всех боксов. Ну, вот этих всплывающих окон сразу после контента. То есть, если это нужно, чтобы не заходить в каждое окно всплывающее и вставлять какой-то текст контент, вставляйте его здесь, и он во всех всплывающих окон будет появляться. Показывать копирайт поставим в положение нет. Не будем показывать копирайт. И отладочный режим. Режим отладки. Это больше для разработчиков. Если какие-то проблемы, данные опции включают и смотрят на сайт. Тут даже написано для разработчика. Вот такие, в принципе, настройки. Здесь, конечно, имеются еще и вкладки. То есть права, обычная вкладка права. Ее не рассматриваем. Здесь статистика. То есть стоит включено, собирать ли лог ваших боксов. Конечно, это полезная вещь. И после 90 дней, здесь можно выставить, сколько дней хотите держать статистику, автоматически удаляется старая статистика. Ну, я обычно сюда даже не лажу. Включено, как бы, и включено. А Google Analytics для тех любителей, кто любит пользоваться Google Analytics, то есть это статистика от Google, которая считает все и вся. Сколько посетителей, откуда зашли, как зашли, принадлежность пола, мужской, женский, и все считает их, если вы хотите подключить именно к окнам Google Аналитику вашу. Если вы пользуетесь, то надо включить и Google Analytics ID здесь прописать. И название категории событий. Здесь можно также прописать, чтобы сразу видеть, откуда статистика идет. То есть как-то пометить для себя. Если вы не знаете, сколько Google Analytics, даже с этим не сталкивались, то оставляем пока выключенным. Сохрани и закрыть.